Доброе утро! Рассказывайте, кто может получить услуги по дополнительному профессиональному обучению для безработных граждан? Государственную услугу по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан может получить гражданин, который состоит на учете в Центре занятости населения и имеет статус безработного. То есть на улице вы их не ходите и не отлавливаете? Нет. Это хорошо. Скажите, что необходимо сделать для того, чтобы получить эту услугу? В первую очередь гражданин должен обратиться с заявлением в Центр занятости населения, предоставить пакет документов, то есть это паспорт, документ об образовании или о квалификации, для того чтобы мы могли определить, что это у него будет профподготовка, переподготовка, либо повышение квалификации. Также он по своему желанию может предоставить индивидуальную программу реабилитации инвалида, если гражданин относится к данной категории. Приказ о том, что гражданин является безработным, но этот документ ему предоставлять не нужно, то есть он находится в распоряжении Центра занятости, и мы уже знаем, что у него есть статус, и мы можем его направить на обучение. А если человек без какой-либо подготовки, без образования, ну предположим, только школа? Ничего страшного, конечно, он может обратиться и получить рабочую профессию. Все ясно. Скажите, какие существуют виды профессионального обучения? Законом устанавливаются виды обучения, это профподготовка, профпереподготовка и повышение квалификации. Так, а профессии, что касается профессии, какую профессию за время вот этого обучения можно освоить? Дополнительное образование, то есть профессиональное обучение безработных граждан заключается в том, что гражданин тот, который не имеет профессии, он может выбрать и отучиться на рабочую профессию. То есть это профессиональная подготовка, это рабочие профессии, такие как слесарь, электрик, водитель, повар, кондитер, ну и много различных профессий, которые на сегодняшний день востребованы у нас на рынке труда. Если же у гражданина имеется образование, среднепрофессиональное или высшее образование, он может пройти переподготовку по желанию, либо повысить квалификацию по имеющейся специальности. Переподготовка может быть как специалист в сфере закупок, специалист по кадрам и специалист по охране труда, ну либо еще какой-то другой специалист, на кого бы хотел обучиться гражданин, то, что у нас на сегодняшний день востребовано. Ну и повысить квалификацию, соответственно, по своему образованию. А как долго вообще длится обучение? Это зависит от профессии? В зависимости от программы обучения, то есть если это повышение квалификации, то оно начинается, может быть, от 40 часов. Если это переподготовка, то от 256. Если профпереподготовка, там уже сроки варьируются в зависимости от профессии. То есть может быть и 500 часов, и 250 часов. А если не усвоил информацию, то часы добавляются? Нет. И такое, наверное, возможно? Да нет, обычно все усваивают, ничего там сложного нет. Они у нас не только проходят... Не только теория, наверное, да? Не только, да, не только теоретическую часть, то есть они проходят практику. А практику вот этой организации, это все предоставляете вы? То есть договоренность какая-то имеется? Нет. Это они сами должны уже? Нет, тут немножко не так. Так, мы заключаем контракты на обучение с учебными заведениями. И учебное заведение уже в рамках своей компетенции заключает соглашение с работодателями и направляет граждан на практику. Так, все ясно. Скажите, по итогам обучения, что получает человек? Какой-то соответствующий документ, сертификат? На что ему рассчитывать после обучения? Какая-то поддержка? Опять же повторюсь, что это зависит от вида обучения. То есть если это переподготовка, то это диплом о профессиональной переподготовке. Если повышение квалификации, то это удостоверение о повышении квалификации. Если же профподготовка, то это выдается свидетельство о профессии рабочего либо служащего. Вы также упомянули, что люди с ограничениями здоровья могут обратиться к вам для прохождения профподготовки. Правильно? Да, конечно. Как с ними обстоит дело? К нам обращаются такие граждане, состоят на учете, проходят обучение и трудоустраиваются. То есть также с трудоустройством проблем нет? Да, ничего нового для них нет. То есть все так же, как с обычными гражданами происходит. Единственное, что мы, конечно, изучаем его программку реабилитации и стараемся направить на то обучение, которое для него разрешено согласно программе. Скажите еще, пожалуйста, Людмила, можно ли уже к вам обращаться по этой теме, если кто-то сейчас загорелся желанием повысить квалификацию? Мы всегда всех ждем. Приходите. Так, и давайте напомним, куда? В Кантамансийский центр занятости населения. Мы находимся на Карла Маркса, 12. Центральный вход, правое крыло. Прекрасно. Большое спасибо вам за беседу. Вам желаем хорошего дня. И, конечно же, наверное, поменьше безработных, чтобы все наши дорогие югорчане были трудоустроены. С вами прощаемся. С вами, дорогие телезрители, увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...